Всеобщий любимец детвора и взрослых, подопечный заповедника Ненецкий, в минувшую субботу принимал у себя гостей. Пятый год подряд пробуждение Косолапова отмечают праздником Мишкина Патягушки. В этом году он организован на средство гранта конкурса социальных и культурных проектов компании «Лукойл». В гостях у медведей Миши побывала и наша съемочная группа. В гости к Косолапому Нарин Марцы по старой доброй традиции идут не с пустыми руками, а несут ему свежие витамины, бананы, яблоки, ну и, конечно, любимое лакомство Мишки – сгущенку. Гостинцы для медведя несут как взрослые, так и дети. Такого объема лакомств всенародному любимцу хватит на несколько дней. Здравствуйте, скажите, а что Мишки принесли сегодня? Сгущенку привезли, капусты принесли ему. А капусты он тоже любит? Не знаю, может и любит, не знаю. Часто приходите с угощением? Ну, не так часто. Но консармливает? Да. А ты что принесла Мишки? Яблоки. Яблоки, а что у тебя там? Аккульсины? Яблоки, апельсины. А что, ты думаешь, Мишку любит? Да. Бабушка говорила, что бабушка приходила кормить Мишку яблоками, и он ел. Молодец. Да, пас. Так. После зимней спячки в рацион его какие продукты должны, в первую очередь? Вы знаете, он, когда просыпается, ест все, абсолютно все, потому что то, что ему необходимо в организме, он сам это чувствует и ест все подряд. Вот. Если, например, что-то много, он уже не будет ест. Если, например, яблоко закинуть ему сюда килограмм двести, он съест парочку и все, и больше не будет. Он знает, сколько ему надо. То есть, яблоки надо дозировать? Да, да, конечно, конечно. Я просто много, огромное количество изгущенки сейчас будет, и я потом его три дня просто отпаиваю, и будут изгущенки все у него от сладкого плохо. И все, водичкой теплой отпою три дня. И все, потом он обратно приходит в свой рацион. По словам Дмитрия Леонова, который непосредственно ухаживает за медведем уже на протяжении семи лет, в сладком Миша не знает меры. А еще косолапый очень любит детский смех, но боится шумных компаний и звука снегоходной техники. Именно она-то и стала причиной пробуждения Миши. А когда он просыпается, как он себя ведет первое время? Еще сонный, конечно же, мятый весь. Но ничего, потом сырничками, сметанкой, молочком отпаиваем, и все хорошо. Пятый год подряд после пробуждения своего подопечного сотрудники заповедника Ненецкий организуют для посетителей праздник Мишки на потягушке. Здесь даже самый маленький гость найдет себе развлечение по душе. Не боишься медведя? Нравится тебе? Еще будешь приезжать? Приезжай обязательно. Все очень нравится. Мы здесь живем на факеле и каждый год ходим на этот праздник. Нас все устраивает, очень интересно. Спасибо большое организаторам. Все очень здорово. В этом году, так как у нас на территории много снега, мы решили сделать больше активных игр. У нас есть эстафеты, у нас есть снежный боулинг, у нас есть горки, также работает мастер-класс. Кстати, у нас бесплатный мастер-класс по росписи эко-сумок, где наши художницы рисуют силуэты медвежьей лапки и медведя. Всех, кто пришел на праздник со своей кружкой, ожидал сюрприз от организаторов. Как вы сегодня угощаете? Ой, сегодня всякие вкусняшки и печенюшки, и сухарики, и сушечка, и конфетки. Но, к сожалению, конфетки уже закончились. Очень вкусные. Это бонус для тех, кто принесла своей кружкой? Да, у нас такая акция проходит. Суризы уже кончились, к сожалению. Первые 100 человек получили. Очень красивенькие. Мишечка с этими сизюминками и с витаминками. В этом году праздник Мишкиной потягушки организован на средства гранта конкурса социальных и культурных проектов компании «Лукойл». Мы на самом деле очень рады, что существуют такие программы, с помощью которых можно реализовать много чего интересного и полезного. В этом году помимо оснащения наших игровых площадок, мы обновим нашу инфраструктуру. Летом здесь появится беседка для занятий с детьми, также туалет и некоторые стенды, еще какие-то интерактивные вещи. Это все будет в рамках проекта «Лукойл». Праздник Мишкиной потягушки дал старт сезону новых посещений. Навестить Косолапова жители и гости округа могут ежедневно до тех пор, пока не наступит время снова впадать в медвежью спячку.